В то время как грузинская сборная покоряет сердца европейских болельщиков на Евро-24, сама страна продолжает отдаляться от Евросоюза. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на этой неделе признал, что процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен. Но премьер-министр страны Ракли Кубахидзе подтвердил, что в отношениях с Западом много чего было испорчено, но виной всему, на его взгляд, не политика официального Тбилиси, а бывшие послы США ЕС в стране Келли Дегнан и Карл Харцель. При этом грузинский премьер выразил уверенность, что окончание войны в Украине принесет оттепели в отношениях Грузии с ЕС и США. На чем основан этот прогноз в время, когда Вашингтон и Брюссель грозят Тбилиси новыми санкциями из-за авторитарного крена? Спросим у руководителя Центра европейских исследований фонда Рандели Кахи Гуглашвили грузинского аналитика Гии Хухашвили. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Абат Нокаха посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский еще раз повторил, что уже, к сожалению, не новость. Стороны переживают труднейший период в отношениях. И он называет происходящее душераздирающим зрелищем. Он прямо говорит, что процесс евроинтеграции Грузии практически заморожен. Это в то время, когда через считанные дни, 25 июня, вот-вот ЕС откроет переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в блок. Кто виноват, что Грузии нет в этом ряду? Западные партнеры. Кубахидзе на встрече с послами в Берлине говорит, что он ждет встречных шагов. Грузинские власти готовы к консультациям по всем темам. Что он имеет в виду? Я думаю, что это заявление вполне синичное, потому что господин Кубахидзе и его коллеги из Грузинской мечты прекрасно знают, каковы претензии и именно из-за чего Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки решили пересмотреть отношения практически с Грузией. Главная причина здесь, не только в том, что вот был принят закон об иноагентах, которые недемократичны, абсолютно точно то, что он из той типологии законов, которая была в свое время принята в России, и в Венгрии также, в Кыргызстане и тому подобное, я бы сказал, недемократическими правительствами. Потому что Венгрию не назовешь недемократической страной, но правительство у меня популистское. И не только это, но главное, что в своей риторике и, возможно, и в действиях уже, потому что мы видим и многие практические действия в этом направлении, Грузия отклоняется от своего западного вектора и практически занимается дискредитацией Соединенных Штатов, Европейского Союза, особенно на внутреннем рынке. Со стороны представителей грузинской мечты идет постоянная антиевропейская, антизападная пропаганда и принижение, и помощь, которую оказывала нам в течение многих лет Европейский Союз и Соединенные Штаты, и их значение вообще для Грузии и тому подобное. То есть явные признаки того, что Грузия сама отвернулась от Запада, от Соединенных Штатов и Европейского Союза, но хочет представить это, как будто Грузия как-то дискриминируется этими актерами, и как будто бы просто виноваты какие-то личности в этих отношениях, там посол Дегнан или Хартел, европейский посол, и как будто бы действительных причин для того, чтобы вот так испортить отношения между Грузией и Европейским Союзом и Соединенных Штатами, то есть не было реальных причин. На самом деле, я думаю, тут все ясно, что просто эти оправдания, они направлены на определенный сегмент грузинского избирателя, который верит вот всяким таким совершенно неправдоподобным заявлениям. И почему-то грузинская миша думает, что вот этот сегмент, он достаточно велик для того, чтобы как-то предрешить или решить вопрос власти на выборах 26 октября 2024 года. Думаю, что это большая ошибка, потому что, конечно, в счете Грузии большая часть населения прекрасно понимает, в чем правда, каковы реальные намерения грузинской мечты, что им не нужны демократические реформы, им не нужна Грузия, привязанная к евроатлантическому, так сказать, сообществу, потому что там на передний план выступают требования к нормам, требования к демократическим принципам и тому подобное. Все это, конечно, помешает им оставаться у власти навсегда и использовать, эксплуатировать эту власть в личных интересах. Батнуги, Грузия и Европа сейчас живет футболом. Сборная страны впервые за историю независимости попала на евро. Это спортивный праздник, лучший пиар для самой Грузии в Европе, да и в самой стране это редкая возможность просто выдохнуть. И в это время грузинская мечта на этой неделе приступает к рассмотрению в парламенте закона против ЛГБТ. И это месяц прайда в Европе. Зачем? Почему так не терпится? Почему не дать людям просто спокойно насладиться этим действительно историческим моментом и красивым моментом? Задача на сегодняшний день у грузинской мечты это сохранение власти. Это главнейшая задача. А сохранить власть в данной ситуации, когда они находятся, скажем так, в плачевном состоянии, единственное, они опираются на какие-то консервативные настроения в народе. То есть все их действия направлены на внутриполитическое поле. Они не направлены на Запад. И они думают довольно-таки цинично. Сейчас вот как-то доведем вот так на консервативных настроениях, выиграем выборы, а потом опять, значит, Запад все забудет, все простит. И потом, в общем, что-то там придумаем, что-то сделаем. Пойдем на какие-то уступки. Так что эта технология очень хорошо отработана в свое время в других странах. Технология играть на каких-то религиозных настроениях, на уропатриотизме, играть на, значит, неприятие каких-то мещищ. Эта технология давно известна. И, в принципе, они по этим шпаргалкам и действуют. Им надо до октября как-то дотянуться, выиграть выборы, ну а потом посмотрят, или будем интегрироваться в Советский Союз. У них никаких проблем нет с этим. Для них же главная ценность – это власть. Если их власть будет обеспечена Россией, а почему бы нет? И не сорвет резьбу, если держать людей все время в таком напряжении, что постоянные сюрпризы? Это, опять же, технология. Людей надо держать все время в напряжении, чтобы они не думали. Когда человек спокоен и начинает анализировать, это не на руку данной власти. Они играют в такую игру уже который год. Они системно синхронизируют и модель управления страной, и модель экономики, и так далее, и тому подобное. Все синхронизируют с российской системой. Но, опять же, прикрываются флагом Евросоюза. Это удавалось довольно-таки долгое время. Ну, на определенном большом сегменте избирателя. Но этот сегмент уменьшается постепенно, потому что, ну, люди в итоге не совсем же идиоты, да, и начинают задавать вопросы, как это возможно. Власти нет просто другой игры. Они идут по инерции, по проторванному пути, и, в принципе, сворачивать сейчас уже поздно. Ну, они надеялись, что не будет никаких санкций. Риторические проклятия Запада будут слышны. Но не будет санкций. А после выборов, ну, там сядем, там, в общем, за чашкой кофе, там, за коньяком разберемся. Во всяком случае, Бедина внутри своей команды утверждает, что это так и будет. Но оказалось, что там пошли какие-то санкции. И стало больно немножко. И сейчас они встревожены. Ну, а что сейчас? Они же коней на переправе менять не будут. Кстати, о Бедзине... Надо продолжать. Я спрошу вас, как у главного бедзинолога, который все-таки лично знаком с этим человеком. А вы согласны с аналитиком Линкольном Митчеллом? Вчера в Хельсинской комиссии он сказал, что вся беда в том, что никто из окружения Иванишвиля ему не говорит, что вот это глупая идея, когда это на самом деле так. Вот в этом беда. Понимаете, система же, она стерилизована. Бедина же выстраивала не партию, бедина выстраивала секту, да, религиозную секту, монотеистическую, да, с одним богом и все остальные же там, это серая масса, да. Ну, такие порядки установлены. Кто с ним будет спорить? Как бог может ошибаться? Его пути же неисповедимы. И держит этих людей, кроме этого, еще и компроматом, еще и там кидает там какие-то крохи, да, с экономикой. Если посмотреть на депутатов, там практически все необразованные, пузатые, ну и с кривыми рожами. Ну, я не в прямом смысле говорю, конечно, да, фигурно. В принципе, система стерилизована. А как они будут с ним спорить? Конечно, не будут. Во-первых, имеют свою кормежку. Во-вторых, убедены, есть файлы на всех, да. А в-третьих, куда их деваться? Они же никому не нужны в будущей Грузии. Со своими детьми общий язык не могут найти, о чем речь вообще. Патнокаха, вы вспоминали антиамериканскую риторику. И на этой неделе посол Грузии в США вновь подверглась жесткой критике, правда, со стороны сателлита власти, ультраконсерваторов из-за силы народа. Они даже призвали власть к пересмотру отношений с США, чтобы это не значило в этих условиях. Это согласованная с властью игра, на ваш взгляд? И посол Дениган может повторить судьбу Келли Дегнан? Я думаю, вполне согласованная, потому что иначе не может быть. Там независимых, свободных людей нет в этой партии, не осталось. Всех их выгнали, всех их вынудили уйти. Все, которые могли иметь свое мнение, свое собственное мнение. Теперь там идет борьба и соревнования. Вот дается тренд какой-то, что вот надо ругать американского посла, да? И все начинают соревноваться друг с другом, кто лучше, какой-то более изобретательный, что-нибудь, какую-то гадость скажет про американского посла. Или там, если надо про европейского посла сказать, то же самое. Ну, там вырисовываются уже определенные личности, которые стали чемпионами в этом смысле. И вот они, так сказать, держат первенство вот в этом отношении. На самом деле, Дениган, мне кажется, что более, так сказать, предыдущий посол, она была как-то более открытой и, может быть, менее строгой. Хотя я всегда пыталась оправдываться, пыталась всегда как-то очень осторожно реагировать на вот всякие выпады в ее направлении. И грузинская мечта, в которой очень мало, я думаю, этического начала, они вот это использовались. Но нынешний посол, она какая-то более строгая и в своих суждениях, и меньше выступает. Было ощущение, что она смогла с ними наладить отношения. По крайней мере, не было таких явных нападок на нее. Да, да, не то, что наладить, ей удалось как-то поставить их на место. У нее даже на лице выражение бывает такое, очень строгое и даже немножко жестокое, когда совершенно несправедливо или когда лгут ей прямо в глаза, вот явно видно с ее стороны какое-то неприятие абсолютно. Так что она более крепкий орешек, я думаю, и в этом отношении не так легко будет ее задавить. Ну, вопрос не в этом, вопрос в том, что вообще совершенно можно точно сказать, что все это, конечно же, написанный сценарий и определенная уже, так сказать, стратегия, которой следует грузинская мечта, не имеет никакого значения, что они говорят. В смысле, анализировать вот их какие-то иногда абсолютно абсурдные какие-то заявления, как вот Кобахидзе заявление о вот этом, что надо пересмотреть, говорит, нам надо перезарядить отношения, говорит, с Европейским Союзом. Вот такое заявление, как будто Грузия – это такая же великая держава, как Россия, и Россия и Америка, если перезарядили отношения, или попытались, и даже не смогли при президенте Обама. Этот же термин он сейчас применил, как будто Грузия и Америка должны, или Грузия и Европа должны перезарядить свои отношения. И вот анализировать просто вот эти заявления практически не имеет смысла, потому что тут какой-то написанный сценарий, надо говорить с глупостью, надо выдержать до выборов. Если даже мы будем выглядеть очень глупыми и совершенно неинтеллектуальными, и все, нам надо из себя играть дурачков, и несмотря ни на какие аргументы, например, Кобахидзе сказал, что не удалось, говорит, никакой аргумент нам представить, почему мы не должны были принять этот закон. И вот есть часть населения, моему сожалению, даже профессора университетов некоторые, я так удивляюсь, я всегда пишу таким людям, что вы же профессор, прочтите вот этот закон, вот прочтите вот этот анализ и так далее и тому подобное, и вы поймете, что как будто бы никакого аргумента никто не смог предоставить. Миллионы аргументов предоставили им, почему нельзя этот закон принимать. И в конце концов анализ был составлен в Венецианской комиссии Совета Европы. Самая авторитетная организация, которая комментирует законопроекты в европейском пространстве и даже в евроатлантическом. Был анализ сделан также и комментарий, очень такой большой, где-то в 50 страниц, или чуть меньше, в 50 страниц в прошлом году, в этом году где-то в страниц в 30, ОБСЕ. Эти две организации, достаточно прочитать их аргументацию, чтобы вообще замолчать, и чтобы никогда больше не повторять, что этот закон, он никакого вреда не приносит Грузии, ничего плохого в ней нет, и он совершенно справедливый, и с точки зрения легальности тоже, в соответствии с Конституцией Грузии, и тому подобное, и тому подобное. Но все равно Кобахидзе имеет такую дерзость, делает открыто такие заявления, что никаких аргументов нам не предоставили. Там политики, президенты разных стран говорили, комментировали этот закон. Не знаю я, Еврокомиссия на высшем уровне, на уровне президента Европейской комиссии, на уровне господина Борелла, который является верховным представителем по внешним связям и безопасности Европейского Союза, и тому подобное. Почему я это все рассказываю? Потому что прекрасно знает профессор права господин Кобахидзе, что все аргументы, они абсолютно справедливые, легальные, и их очень много. Но он все равно повторяет свои мессенджи. То есть я хочу сказать, что это вот игра в дураков. То есть они играют из себя дурачков, и они согласны на эту роль до выборов. Как-нибудь выиграем выборы, думают. Нам надо сохранить вот этот сегмент населения, который все еще им верит. И может быть даже будет им выгодно, если в результате обострения этих отношений не смогут приехать наблюдатели ни из ОБСЕ, ни из Совета Европы, ни из Европарламента. О наблюдателях Батоноги, о продолжении пафоса Батони Каха. А возымеет ли в таком случае и предупреждение Евросоюза в отношении грузинских властей, если они действительно играют, я процитирую, Батони Каха в дураков? Радио Свобода, например, ознакомилась с документом, Еврокомиссия, в котором говорится о тех шагах, которые ЕС может предпринять в том случае, если политическая ситуация в Грузии дальше будет ухудшаться, там и персональные санкции, приостановление финансовой помощи, и в крайнем, в самом крайнем случае, предложение приостановить безвиз. Насколько это возымеет вообще какое-то действие и насколько уместно рассматривать, например, приостановление безвизового режима? Не ударить ли это, в первую очередь, по тем людям, которые столько дней, месяцев выходили на улицы против закона об иноагентах? Это такая игра, да, рискованная, да, и власть это понимает, что игра рискованная, и это может зайти слишком далеко, но, опять же, повторяю, они идут по инерции, у них другого маневра нет. Проявление слабости в данной ситуации для них ассоциируется с катастрофой, а катастрофа – это потеря власти. Почему? Потому что они думают, что если потеряют власть, они потеряют все, в том числе и жизнь. Так что у них вот безвыходное положение. Нет аргумента, из-за чего они бы отступили от данного пути. Надо просто работать лучше. Я не такой оптимист, чтобы думать, что народ все понимает. К сожалению, это не так. Потому что народ, чтобы понимал, им надо объяснить. А кто должен объяснить? Оппозиция. Да, оппозиция работает в этом направлении, мягко говоря, очень некачественно. Потому, по Бахидзе, удается вот говорить те глупости, которые, по Тони Каха, вот абсурдные глупости, да, что нет аргументов и так далее. Потому что нет на эту пропаганду, нет адекватной контрпропаганды. Нет работы с населением адекватной, эффективной работы. Потому что все же ясно, линия фронта проведена. На этих выборах не решается вопрос, кто будет у власти. На этих выборах решается вопрос долгосрочного вектора развития Грузии. Идем на Запад или возвращаемся в Российскую империю. И, в принципе, позиция должна быть таковой. То есть избиратель должен понимать, что когда он идет на выборы, он дает голос или за Россию, или за Запад. Вот к этой кондиции избирателя должны подвести именно оппозиционные партии. А они сидят по офисам, я очень извиняюсь, да, и по эфирам, и говорят в своей мудрости. С народом не работают. Или работают недостаточно. Для того, чтобы народ понимал, насколько важны и важны эти выборы, мы выбираем, опять же, не власть, а вектор долгосрочного развития, куда страна будет дальше двигаться. Если оппозиция поработает и даст понимание, четкое понимание данного вопроса, я думаю, все будет в порядке. Батнукаха. Сенатор Джин Шахин заявила, что из-за закона об иноагентах НДА и АЭРА, возможно, не смогут работать в стране. Насколько это важно? Что это значит? Особенно перед выборами. Ой, это очень важно, потому что эти две организации, они обеспечивали ежеквартальные вот эти опросы, которые показывали рейтинги партии и вообще настроение, аттитюды в обществе и тому подобное. То есть они держали на пульсе руку общество в Грузии. И, конечно же, перед выборами очень важно, какие результаты они покажут, каковы приоритеты, какие установки населения бытуют. Но вопрос не только в том, что вот эти две организации очень важны и, конечно, возможно, выйдут из Грузии. Но еще более страшно, если мы получим такую картину отчуждения Грузии от европейского, от этого всего пространства, что не смогут или их не допустят, может быть, не создадут нормальные условия для их работы, не смогут присутствовать на выборах такие организации, как ОБСЕ, ОБСЕ ОДИР, это офис по правам человека ОБСЕ. Также Европарламент, например, тоже, который всегда посылает к нам своих наблюдателей. И другие международные наблюдатели отдельных стран тоже посылали наблюдатели, включая Соединенные Штаты. Вот это наименее выгодный для жителей Грузии вариант, наиболее опасный, потому что в таком случае масштабно фальсифицировать будет намного легче грузинской мечте. А мне кажется, что греха таить, что у них такие мысли в голове, значит, крутятся, потому что оставляет впечатление, что грузинская мечта сегодня готова уже на все, практически на любые шаги для того, чтобы победить на выборах любой ценой. Кроме того, вот именно закон об иноагентах может в первую очередь ударить, или они могут применить это как инструмент для закрытия или для прекращения деятельности грузинских местных организаций-наблюдателей, которые наблюдают за выборами. И вот в таком случае у граждан Грузии просто не будет возможности иметь объективную картину, что происходит в день выборов. И что происходит перед выборами, не только в день выборов, но и это касается и вопроса оценки предвыборной среды, которой обычно занимаются грузинские организации, именно НГИО, именно неправительственные организации. Я думаю, что одной из важных целей принятия этого закона было именно вот эти организации являлись вот так сказать целью. В таком случае пространство, оно останется каким-то зачищенным для грузинской мечты. Кроме того, они совсем недавно переделали этот закон о выборах таким образом, что у них есть абсолютное преимущество в администрации, то есть они практически контролируют выборные администрации везде. И у них будет полная возможность специфицировать выборы таким образом, чтобы проигрыш объявить выигрышем практически. Не могу не спросить про заявление очередное Ираклия Кубахидзе в Берлине на встрече с грузинскими послами, где в принципе обсуждалась внешнеполитическая стратегия Грузии. Заявление про НАТО, вступление в этот альянс страна тоже заявляла одним из приоритетов. Теперь у альянса новый генеральный секретарь Марк Рюта. Ираклий Кубахидзе заявил, что ничего не ждет, никаких особых новостей от саммита НАТО, так как лидеры НАТО заявляют, по его словам, что сейчас вопрос расширения не приоритет. Опять-таки, насколько уместны эти заявления до того, как он даже встретился с этим новым генсеком НАТО, до того, как страна попыталась выстроить хоть какие-то отношения, и это косвенное признание того, что это теперь совсем неинтересно Грузии, интеграция в НАТО? В принципе, Бедене Веношили всегда скептически относился к причащению Грузии к НАТО. Не просто скептически, у него была какая-то внутренняя убежденность, что этого не надо делать, и это вообще не самое лучшее для Грузии и тому подобное. И в данный момент, я думаю, довольно выгодна грузинская мечта, его лидеры используют вот эту ситуацию, войну в Украине. Война в Украине, само собой, создает, то есть не создает условия для расширения Альянса на данный момент. Но это не означает, что страна должна прекратить свои попытки улучшить отношения, углубить какие-то, значит, форматы, создавать новые форматы и тому подобное. Это было вполне возможно в предыдущие времена. Мы помним, что практически Грузия стала очень близким партнером НАТО и продолжалось углубление наших отношений. И вот интеграция, это не только сам акт присоединения какой-то организации, но это процесс создания вот инфраструктуры сотрудничества, изближения норм и так далее. Сейчас происходит полный вот такой дискорриджмент, так называемый. Они стараются сеять вот эти семена сомнения вообще в необходимости вступления в НАТО и возможности вступления в НАТО, чтобы общество привыкло к мысли, что ну это слишком такая далекая перспектива или практически невозможно и как будто бы этого интереса нет со стороны НАТО. В то же время любая страна, которая желает присоединиться к какой-либо организации, тем более, если это альянс такой, как НАТО, она должна быть активной. Это известно всем. Дипломатия этим и занимается в основном, что она активно ищет пути всегда, когда нет возможности. Понятно, что сейчас не тот момент, но это не означает, что не должно быть постоянных встреч, не должны быть постоянных предложений с нашей стороны, усиление сотрудничества в каких-то областях. А на самом деле происходит то, что вот те форматы, которые были созданы через НАТО и по решениям НАТО, они будут закрываться, потому что американцы сказали, что они закроют свое военное сотрудничество с Грузией. Это означает, что практически форматы, где происходили тренинги наших военнослужащих и где происходила работа по сближению наших вооруженных сил со стандартами НАТО, а это практически прекратится, если Соединенные Штаты выйдут из этого формата. Думаю, что это такая целенаправленная тоже работа. Она направлена на то, чтобы Грузия дистанцировалась вообще от НАТО. Все это рождает определенное сомнение в том, что это не просто там решение объединения в Анишвиле или грузинской мечты, а вот эти действия скоординированы каким-то образом, опосредственно или напрямую, неизвестно нам с Москвой. Спасибо. Наше время на этом подошло к концу. И я благодарю гостей не круглого стола и напоминаю, что с нами были грузинские политологи Каха Гуглашвили и Гия Хухашвили. Спасибо.